Ассалам алейкум, уважаемые телезрители! Очередного героя нашей программы прозвали охотником на бразильцев и охотником на черные пояса. Он по праву считается одним из лучших в стране вне зависимости от весовых категорий. Дорогие друзья, сегодняшний день мы проведем в компании чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу и грэплингу Абдурахмана Беларова. Абдурахман Магомедович Беларов родился 25 мая 1990 года. Бразильским джиу-джитсу и грэплингом занимается около 6 лет. После победы на чемпионате мира среди коричневых поясов в 2015 году стал обладателем черного пояса. Выпускник факультета физической культуры ДКПУ. Абдурахман, завершилась твоя утренняя пробежка. Расскажи нам, насколько часто ты уделяешь время? Я особо часто не бегаю. Бегаю именно перед соревнованиями, чтобы подтянуть выносливость. Ну, вообще, в неделю можно бегать три раза. В разные места, например, можно в начале недели чуть побежать в парк, в середине недели можно на море побегать по песку и в конце недели чуть дать нагрузку и побежать в горы. На стадионе достаточно пробежать в среднем темпе от 5 до 10 кругов, в зависимости от своего состояния. Последние 100-200 метров можно преодолеть в высоком темпе, добавив ускорение. Ну, о пользе бега, наверное, каждый человек знает. Бег применяют не только спортсмены, например, да, но и обычные люди, которые хотят себя держать в тонусе, хотят подтянуть выносливость. Я бы посоветовал хотя бы тем людям, которые не занимаются спортом, хотя бы делать пробежки, чтобы держать свое тело в тонусе, чтобы тело было подтянутым, спортивным. Твое утро обычно начинается с пробежки, как ты уже сказал. Дальше как проходит твой день? После пробежки обычно я прохожу домой, могу покушать, пообедать. Потом вечером, наверное, у меня начинаются свои тренировки. После тренировок тоже домой. То есть такой режим постоянный, что ты два раза в день тренируешься? Это в основном перед соревнованиями бывает. Такой режим, когда усиленно готовишься. Большой спорт – это в первую очередь не талант и даже не мастерство. Это характер и сила воли. Среди мотивирующих факторов к усиленным тренировкам можно назвать достижение высоких успехов и всеобщее признание. Что же явилось причиной мотивации для нашего сегодняшнего героя? Ответ слишком прост. Но именно эта простота и определила дальнейшую судьбу Абдурахмана. Когда ты начинал заниматься спортом, думал ли ты, что ты добьешься высоких результатов? Изначально, прежде чем я пришел в спортивную секцию, мне один из моих друзей сказал, приди в зал, выступи на каких-нибудь соревнованиях, выиграй хотя бы одну-две медали, чтобы потом старости показывать своим внукам или детям. Я не думал, что я достигну таких результатов. Просто решил заняться этим видом спорта. И вот так получилось. Абдурахман Беларов. Трехкратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Многократный чемпион России по грэплингу. Внутри страны в своем весе конкуренции он уже несколько лет не встречает. Наверное, всем, кто наблюдает за мной, кажется, что эти схватки очень легко даются. Но за этими схватками очень тяжелый труд на тренировках. Немного таких людей у нас, которые, так же, как я, выступают и на мировых аренах. Просто, получается, у меня по сравнению с нашими российскими спортсменами, у меня как бы опыта побольше. И это тоже играет свою роль. Уже много лет его судьба неразрывно связана со спортом. Большую часть своего времени спортсмен проводит в зале. В спорте он не жадный. Тренируется сам и делится своим опытом с учениками. У меня стало это как образ жизни мой. Тренируюсь уже, не могу, это как наркотик, например, не могу без спорта уже прожить. Если я неделю или неделю-две не тренируюсь, меня уже тянет зал, я не знаю, что делать, куда делать энергию. Каждый турнир словно очередная битва. И каждый спортсмен ощущает себя воином. И каждый воин боится огорчить тех, кто в него верит и любит. И первым в этом списке стоит семья. Большую поддержку Абду Рахману оказывают его родители. Они дали мне возможность приехать в Махачкалу, тренироваться, готовиться к соревнованиям, выступать. Наверное, самая большая поддержка идет от моих родителей, со что я безмерно благодарен своим родителям. Также меня поддерживают братья, сестры поддерживают. Ну, без их поддержки, наверное, я бы всего этого не добился. Взлеты и падения, победы и поражения. В спорте, как и в жизни каждого, белую полосу может сменять и черная. Разница лишь в том, как мы преодолеваем трудности и неудачи на пути к своей цели. Для тех, кто занимается спортом, я посоветовал бы, наверное, не отступать. Не думать, каких-то переломных моментов много бывает. Например, бывают травмы или что-то еще, наверное. Добиваться своего до конца. Идти вперед, не оглядываться назад. Видеть хорошее в своем тренировочном процессе, стремиться стать лучше. Молодежь сегодня равняется, слушает таких, как ты, чемпионов, внимает вашим словам. Расскажи, что бы ты посоветовал молодежи? Посоветую молодежи, чтобы они стремились быть такими, чтобы кто-то с них брал пример, наверное, чтобы они занимались делами, которые помогают обществу. Самое главное, наверное, чтобы спортсмены были воспитаны, чтобы спорт его воспитывал в плане хорошего нрава, хорошего поведения вне зала, в отношении с людьми разного возраста, старше, младше, чтобы разницы не было, слабые, либо сильные, чтобы они себя хорошо вели, для того, чтобы были сильные, для того, чтобы могли защищать свою семью, защищать себя. И отношения у нас, хорошие, братские отношения, не только в зале, мы так и вне зала общаемся, встречаемся часто, и ведем в довольно-таки дружелюбный образ. Помимо спорта, борцов, составляющих костя клуба Абвакарова, уже давно связывают теплые дружеские отношения. Они вместе учились в школе, вместе росли, вместе начинали заниматься джиу-джитсу. Мы почти вместе начали заниматься традиционным джиу-джитсу у Абдура Магомедова. Можно из всех выделить, наверное, самый, который больше результатов добился, это был Абдурахман. Не был, а есть на сегодняшний день. Это один из титулованных спортсменов Европы именно по джиу-джитсу, по грейпингу, и самый титулованный СНГ. Насыщенная жизнь профессионального спортсмена оставляет совсем немного свободного времени. Однако ему удается совмещать собственные выступления с успехами на тренерском поприще. Здесь Беларов не только тренируется сам, но и руководит всем процессом. Работать тренером, честно скажу, очень сложно. Если ты являешься действующим спортсменом и тренировать, очень много времени приходится уделять своим ученикам. И забываешь о себе, да, когда ты выступаешь, ты больше времени уделяешь как бы ученикам и морально устаешь от этого. И чуть приходится вырезать свое время и отдавать его своим ученикам, чтобы они совершенствовались. Черный пояс по бразильскому джиу-джитсу воплощает в себе терпение и упорную работу. Путь к нему очень тернистый и непростой, но чем сложнее достижение цели, тем слаще вкус победы. Когда я впервые поехал на чемпионат мира, правда, я проиграл первый свой чемпионат. Я боролся тогда среди синих поясов. И после этого я уже несколько лет подряд выиграю на каждой ступени, там, например, да, от синего пояса до черного пояса, например, да, синий, пурпурный, коричневый. Все три чемпионата мира подряд я выиграл. К новым вызовам Беларов всегда относится положительно. Когда организаторы турнира «Беркут. Бразилиан джиу-джитсу-2» предложили ему в качестве соперника на грандиозном шоу в Москве опытнейшего бразильца Джексона Соузу, он без раздумья согласился. Усиленно готовился несколько месяцев, ведь схватка была рассчитана на целых 30 минут. Расскажи нам о последней схватке, которую ты провел на турнире «Беркут. Оупен» с Джексоном Соуза, довольно серьезный соперник. Где-то на 15-й минуте, когда осталось около 30 секунд, я вышел на ногу Джексона Соуза и сделал болевой. До этого использовал этот прием? Я этот прием использовал, но не часто на соревнованиях я его использую. Я использую этот прием тогда, когда уже нужно рисковать, уже нужно что-то предпринимать, потому что время идет, и можешь проиграть схватку. Помериться силами с бразильцем Соузой придется еще не раз. Ведь он является регулярным призером мировых первенств среди черных поясов. К возможному реваншу Абдурахману всегда нужно быть готовым. Вообще, как тебе уровень организации этого турнира? И вы проводите со своими друзьями, со своими товарищами по команде турнир «Даггер». Вы как-то стремитесь по уровню достичь уровня турнира «Беркут»? Конечно же, наш турнир стремится стать одним из таких турниров, как проводит «Беркут». Чтобы приходили, боролись даже люди из-за границы, те же бразильцы, которые борются на «Беркуте», чтобы привлечь их внимание, чтобы они боролись на нашем турнире. Для этого, конечно, нужно сделать очень много работы. Но со временем, я думаю, мы дойдем до этого. В планах у Абдурахмана Беларова покорение новых вершин. Чемпионат Европы по профессиональному грэпплингу ADCC. Затем и мировое первенство. Ну а мы же пожелаем ему в этом удачи. Субтитры подогнал «Симон»!